На какие меры поддержки от государства могут рассчитывать предприниматели, как расширить свой бизнес, ответ на эти и многие другие вопросы можно было получить в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Алексей Лебедев полгода назад организовал свой клуб настольных игр, который бесплатно функционирует в кинотеатре «Искра». Сейчас он хочет оформить свое дело официально. Мы хотим вводить сотрудников, которые будут работать с детьми, с родителями, с детьми, которые будут приходить, новички, которым несколько неудобно общаться с опытными, а проще с сотрудниками общаться, которые введут в это увлечение, в хобби, расскажут, покажут, научат, как играть. Для решения этого вопроса исполнительный директор филиала торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Максим Арапов предложил сотрудничество с муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью «Энергия». Если мы говорим про коммерческую историю, то ее надо полностью превращать в коммерцию, брать за это деньги, на что, например, Алексей не готов. Мы сегодня это узнали. Он хотел бы, чтобы это было доступно, это было бесплатно, но так как все равно он заходит как частное лицо, а не как часть муниципального учреждения, то здесь только единственный выход – идти от энергии. Ирина Кутилина – домашний кондитер, печет торты на заказ уже шесть лет. Работает на своей кухне, но в планах выйти на большое производство. Я хочу выйти на большое производство. Я буду делать большое количество тортов на заказ, как корпоративным, так и для просто потребителя. Это не будет не кафе, это будет просто производство больших заказов. На приеме Ирина узнала, на какие меры поддержки от государства может рассчитывать, если откроет свой кондитерский цех. Если вы покупаете конвектомат или какую-то печь, росточный шкаф, и у вас это идет под аквет производства, который должен быть открыт у вас в компании, то муниципалитет может вам выделить сумму порядка 50%, возместить ваши затраты. 50%, а может быть даже и больше, даже больше 50%, возможно возмещение данного оборудования. Это примерно порядка миллиона рублей только на одно оборудование уйдет. Плюс помещения, которые мне тоже подсказали, что могут помочь найти. То есть они поняли мой вопрос, во-первых. Они понимают, что мне нужно. И под мои уже критерии площадь моя будет мне уже предоставлена. Точнее, варианты. А понравится мне, не понравится, или я сама найду, это уже дело времени. Такие консультации по вопросам защиты прав предпринимателей в общественных приемных «Единой России» проходят на постоянной основе. На этих встречах представители малого бизнеса могут получить актуальную информацию по действующим мерам поддержки от государства и муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.